Здравствуйте! Сегодня сделаем обзор книги «Бойцовский клуб Чака Паланика». Книга эта написана в 1990-х годах. Если не ошибаюсь, это первый роман, который был написан американским автором Чаком Палаником. И она сразу же стала культовой. Уже в начале 2000-х даже появился фильм с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях, который был снят по этой книге. То есть фильм на 90% совпадает с книгой. Книга называется «Бойцовский клуб» и фильм также называется «Бойцовский клуб». Почему эта книга культовая? Ну и собственно говоря, фильм также стал культовым. Потому что здесь поднято сложные темы, поднятые в данной книге. Это и поколение мужчин, которые воспитаны женщинами без отцов. Это проблемы офисных работников. Также разногласия между менеджерами и начальниками. И следует эту книгу почитать. Если не ошибаюсь, она относится к жанру контркультуры. То есть тому жанру, который обсуждает сложные вопросы, которые редко поднимаются в обычных фильмах. Сюжет книги. Главный герой – это менеджер, который работает на автомобильную компанию. Ему приходится путешествовать между разными американскими штатами, между разными часовыми поясами. И он может сесть на самолет в одном аэропорту, в одно время, в одном часовом поясе заснуть. И через несколько часов проснуться в другом месте в другое время. То есть в другом часовом поясе. И ему, этому менеджеру, примерно 30 лет. Он задается вопросом. Вообще, зачем я живу? Что я в своей жизни достиг? И если я могу проснуться в другое время в другом месте, почему бы мне не проснуться другим человеком? В конце концов, с ним начинают происходить интересные события. Он знакомится с интересным человеком, который торгует мылом. У них завязывается дружба. И в конце концов, когда они сидели в баре, бар закрылся. Они вышли и хмельные решили подраться. То есть оказалось, что не тот, не тот не дрались никогда в жизни. Ни главный герой, ни его друг. Ну, они решили подраться по наружку. В конце концов, им это понравилось. Они начали в пятницу вечером каждый раз драться. Вокруг них собрался круг единомышленников. Они основали бойцовский клуб. И бойцовские клубы, как лавина, начали распространяться по всей стране. В данном случае по всему США. И даже очень интересно вам стоит почитать. Например, фразы из этой книги. Первую фразу я уже сказал. Если я могу проснуться в другое время, в другом месте. Почему бы мне не проснуться другим человеком? Еще одна фраза из этой книги. Это люди ходят на работу, которую ненавидят. Чтобы купить вещи, которые им не нужны. Ну и здесь можно еще добавить. Чтобы произвести впечатление на людей, которых они не знают. Также есть еще много других фраз. Вот так, сходу. Если вспомню, то скажу. Ну, могу еще рассказать интересные ситуации, которые в данной книге описаны. Например, один из главных героев этой книги подрабатывает на званых ужинах. Официантом. У нас, во всяком случае, в Украине это еще не сильно развито. Она только приходит к нам. Но в Америке есть такое понятие, как catering. Если я не ошибаюсь, если правильно переводится catering. Это когда фирма обслуживает обеды. Организовывает обеды, ужины, празднества. То есть, организовывает еду по заказу. Так вот, главный, один из главных героев, подрабатывая на таком званом ужине у богатой семьи. Решил пробраться в спальню к хозяйке, миллионерши. И оставил у нее среди духов, а у нее было много флакончиков с духами, десятки штук очень дорогих. Оставил записку. В одном из флаконов теперь моя моча. И, то есть, хотя на самом деле он ничего не делал с флаконами, он только оставил записку. Ему захотелось понервировать хозяйку. Также еще он работал в других местах, в других ресторанах, куда ходили богатые люди, цвет общества. Там, например, он мог плевать в еду, либо добавлять туда какие-то свои испражнения. И поэтому этим он хотел отомстить тем людям, которые, как он думал, его угнетали. Ну, это, конечно, мелкие пакости, которые он делал. Это не главная тема книги. А главная тема книги «Бойцовский клуб» — это мужчины, которые пытаются справиться со своей депрессией и найти путь в жизни с помощью боев по наружку. То есть, перестать бояться, изгнать свой страх. И еще одна из фраз книги «Мы, поколение мужчин, воспитанные женщинами». И если так, то чем нам может помочь другая женщина? Например, подруга или жена. Я думаю, все рассказал. Не буду затягивать. Думаю, вам это интересно. Эту книгу я взял почитать еще в середине 2000-х годов у одного знакомого. Прочитал и потом как-то не отдал. Не отдал, она осталась у меня. Если он попросит, мы давно его уже не видел. Если он попросит — отдам. Вот так вот. Читаем «Бойцовский клуб» Чака Паланика. Вот такindo. -